Машина досталась мне от деда, он ее купил в 67 году. После того, как приехал из Африки, он там работал геологом, и машину купил в магазине «Березка» за валютные сертификаты. Всю жизнь эта машина была его, и когда он умер, перешла мне по наследству. Я у него маленький, катался даже на коленях за рулем, поэтому для меня эта машина не просто вещь. Память о моем детстве. Восстановлением занимаюсь постоянно. Всегда приходится что-то переделывать, что-то ремонтировать, потому что машина в оригинальном состоянии и требует к себе ухода постоянного. Например, я уже сделал здесь двигатель, купил и установил пластик салона. Он с завода идет не очень хороший и постепенно портится. И за эти годы он пришел в негодность, пришлось поменять. Что еще делал, например, по подъездке работы какие-то проводились? Коробка передач здесь трехступенчатая, переключение на руле. Вот это первая, вторая, третья и задняя. Радио и даже есть круиз-контроль. То есть во время движения вытягиваешь вот эту ручку и машина едет с определенной скоростью. Не надо жать на педаль газа. В первой серии были автоматические коробки передач, но от них отказались, потому что в Советском Союзе их было неудобно обслуживать. И решили все-таки сосредоточиться на ручной. Машина 1967 года и за 55 лет проехала 190 тысяч километров. Можно посмотреть на мотор. Делал двигатель, перетачивал под 92 бензин. Что-то из России заказывал, что-то у местных по гаражам искал. Что-то свое было в запасе. Вот, все и без знаний больше. Все в оригинале. В машину было вложено много сил и средств. Поэтому сейчас я занимаюсь прокатом и сдачей в аренду этого автомобиля. На фотосессии, свадьбы, даже в кино. Машина дорога мне как память о деде. Поэтому я ее не продаю. It sounds right, boy. It sounds right, boy.